Я единственный, наверное, юрист, который пошел против этой системы. Я никогда не признавал эти власти. Хотя, честно вам скажу, я много лет в системе отработал сам. И я знаю эту систему изнутри. Многие говорят, вот, надо с ней бороться, надо ее ломать, надо это. Да нет, ничего не нужно делать. Нужно просто полюбить и все. Я работал в милиции, я работал судебным приставом. Я работал даже директором коллекторского агентства. Работал юристом уже непосредственно против вот этой банковской системы. У меня подозрение, что идет обратное слияние языков в один, в телепатитический. Непонятно ощущаюсь, про тебя что-то говорят, и ты ничего не понимаешь. При этом уши горят. Такое ощущение, как вот тебя отчитывают в школе. Видите, в отношении меня уже пытаются применить силу. Видите? Видите уже? Уже силу. Раз такая пьянка, приглашены итальянские гости. Я презентую Антон. Меня зовут Сургутнадзор. Это вообще мост между Барбарой Банко и Антоном. Ассортимент документов был расширен. И не оплачивать штрафы. Как ни странно, это все сработало. Об этом явлении стали замечать в правительстве. По сути, меня признали живым через суд. Он живой. Статус более высокий. В контакте с некоторыми итальянскими адвокатами. Послала военный приказ. Остановитесь. Прекратите действия против своего народа. Комиссия по ценным бумагам. Кто подписал? В каком статусе? Живая женщина или персона? Через агента, да? Через агента, да. В общем, из одного персона она сделала двоих. Абсолютная печать. Нам не нужны документы. В итоге их и не будет. То же самое у нас в России происходит. Не хотим, чтобы нас кто-то порабощал. А по какой причине я должна спрашивать у системы, могу ли я... Какой-то документ купить за один грамм золота. А у меня нет золотых зубов. Вся ваша деятельность безоплатная. Без агрессии. Народ. Вручен прокуратуре. Они спрашивали у живых людей, что нам сделать дальше. Я просто пришел на почту, а там губернатор без губернии. Нам пытаются навязать маски. И это международный скандал. Я заявляю это как юрист. И я могу вызвать сейчас так же полицию на полицию. На месте преступления. Ни родины, ни флага, который продали свою родину. Этот протокол, он в печку сразу же. Вот и все. До суда он не доживет. Я судьям говорю в лицо, что они никто и звать их никак. У меня судьи в рясе, ряженые. Некоторых даже до слез довожу. Они теперь должны доказать, что они являются гражданами Российской Федерации. А в этом удостоверении у него наклейка просто. От бутылки водки. Им нужно кормить свои семьи. Но не такой ценой. Ты понимаешь, что ты идешь на преступление? Он сказал, да, я понимаю. Нюрнберский трибунал номер два не за горами. Уже собирают подписи. Я-то освещаю. А где твои аудио? Где твои видео? Где твой освет? Многие спят, потому что они не видят примера. То есть люди просыпаются. Так тебе надо вещать на всю страну. Система рухнет. Она просто рухнет. Катя, это администратор всей группы итальянской, которая отвечает за технические вопросы. Я тоже обладаю этой честью, говорит она. Благодарствую. Здрасте. Спасибо, Катя. Так, окей. Катя. Галина и Катя, получается, обе с Тосканой, регион Тоскана. Элина говорит, что Катерина спросила, позвонила Элина Барбаре. Элина ответила, что позвонила. И наверняка Барбара очень-очень занята, конечно. Ее разрывают на все стороны. Ну, сейчас Элина опять ей звонит. Посмотрим. Немножко придется подождать Антон. А, я думал, это Барбара пришла. Это Екатерина, да? Это Катерина. Катя. Ее зовут Катя. Вообще ничего не понял. Элина, можно только себе одно маленькое напоминание сделать? Если ты будешь переводить, то для русских людей, пожалуйста, не переводи у Чички. Говори у Си Си. Да, да. Хорошо. А не буду я переводить, будет Элина. Вот такие вопросы. Да, это мы пока вот ждем Барбару, можно и мне перевести кое-что, такие мелочи. Элина взяла такую на себя ответственность переводчице. Ну, если что, мы тут тоже готовы подсказать, если что. Раз такая пьянка, я сейчас на две минуты отойду. Хорошо. Хорошо. Окей. Сейчас еще несколько звонков, потому что, вероятно, Барбара говорит по телефону, она никому не отвечает. Так что Катя, как администратор ОППТ Ресолюшн перезвонит сейчас ей по мобильной связи. Ну, пока я впускаю постепенно всех в зал. Мы извиняемся за опоздание, потому что мы ждем основного участника нашего моста, Барбару Банко. Но вчера у нее был сложный день, она тоже занималась переводами. Но здесь даже не для... Это вообще мост между Барбарой Банко и Антоном. Антон приготовил кучу вопросов в КОППТ, поэтому изначально это будет, конечно же, такой закрытый диалог. ПОППТ Ресолюшн перезвонит. Антон, мы можем начать. Покажем Барбару Катю. Катя вообще предложила уже начать и предложила начать презентацию именно с ее личного опыта. И она рассказывает о том, что ты уже делаешь запись, нет, как мы. Уже начнем с этого момента. Тогда я активирую тоже запись. Да, всем привет. Начинаем, ну, я не знаю, третьей части ОППТ. Приглашены итальянские гости. И пока Барбары нет, обсуждаем личный опыт Екатерины. Слушаем. Ирина только что произнесла речь, и я ее коротко переведу о ее личном опыте ВППТ, потому что все началось с ее знакомства с Барбарой Банко в 2013 году. Тогда это еще была очень маленькая такая организация, несколько желающих людей, которые вообще этим заинтересовались. И они стали углубляться в изучение различного типа документов. После этого в Италию приехала, как ее, они на итальянском ее Эктор называют, основополагающая, попечитель ОППТ из Америки. Она приехала сюда в Италию, на территорию Италии, познакомилась с Барбарой Банко и с их группой поддержки. И с этого момента они начали обдумывать эти документы и переводить их, в том числе, и на итальянский. Сотрудничество Этер и Барбары Банко возникло значительное количество новых документов, которые были произведены совместно, в том числе, потому что они базировались уже и на других принципах. Ассортимент документов был расширен, и он базировался на возможности человека стать суверенным, свободным, как первоначальная задумка. Один из самых интересных вопросов, который они затронули, это было, каким образом можно достигнуть и получить так называемые свои фонды, трасты, бонды, которые каждый человек, живой человек имеет на Земле. Это был самый интересный процесс. Интересен тот факт, что кто обладал американским типом документов, у них в коде, в фискальном коде, в коде, который идет на документах, по этому фискальному коду можно было, на самом деле, попасть в свой бонд и даже пользоваться этими деньгами. К сожалению, итальянский фискальный код, который проходит у нас на основных документах типа идентити-карт, не имеет аналогов с американскими. То есть с Италией это сделать было сложно. Окей, д'accord. Извините, звонила Барбара, у нее не было интернета, и она сейчас заходит. Я перевожу, что говорит, сказала Катя. На самом деле, на основании вот этих американских документов, которые открыла попечительница ОППТ из Америки, многие и в Италии смогли избавиться от наездов по поводу налогов, по поводу... Могли закрыть, например, и не оплачивать штрафы. Как ни странно, это все сработало. Это американская основа документов ОППТ работает и на территории Европы, как получилось. Вайкатес и вой. Окей. Вайкатес и вой. Вайкатес и вой. Окей. Вай, Елена. Самое важное во всем, что происходит с направлением ОППТ, это именно понимание, как это все работает. Почему? Потому что вот эта волна и вот эти документы, эти отказы от... Вежливые отказы, например, от предложения, от аферт и так далее, что они сделали? Об этом явлении стали замечать в правительстве. Барбара заходит. Об этом явлении стали замечать в правительстве. Поэтому прокуратура Драги обратилась даже в Америку, чтобы понимать, что это вообще, что это происходит у нас на территории Италии. То есть это стало очень серьезным, на самом деле, направлением сопротивления. Барбара! Барбара! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Barbara, ti presento Anton? Sì, piacere! Ehi, questo uomo con la barba sul fondo così verde. Questo è il ponte che facciamo con il suo canale, molto famoso in Russia, si chiama Surgutnazor, è un canale che non lo so neanche la quantità delle persone che sono presenti, russi, che sono nell'idea di sovranità delle persone che sono vivi, eccetera, che fanno questi documenti e reagiscono contro la sistema a modo suo, con sua tipologia di documenti e adesso facciamo ponte di, diciamo, due gruppi così forti e così vicini come idea. Grazie, Antonio! La prima domanda di Anton, chiaramente... E per questo la domanda è per te, come e perché è partita tu in questo movimento, in questa direzione? Allora, io li ho trovati, glielo puoi dire così, magari la traduzione rimane più fedele, ok? Quindi ho trovato questi documenti prima della precunzione? Prima! Non li ho capiti, chiaramente, subito. E stai perso. E' vero, non lo so, che è vero, che è stata una domanda in Italia. E ho trovato la divulgazione in Italia. И оказалось на тот момент, что Этер уже была в контакте с некоторыми итальянскими адвокатами и различными студиями, которые эту тему уже подняли, активировали. И это было очень удивительно, что она, в общем-то, оказалась не одна в этой теме. И что произошло? К сожалению, когда начался этот процесс divulгации документов, их распространения, внутри группы закрались, скажем, люди которые помешали в дальнейшем процессе развития этих документов и группа, лаборатория, которая занималась этими документами, распалась. Конечно, она была, Барбара, была выброшена из группы первой. И в группе оказался человек, который был представителем как раз системы. Он был туда введен специально, чтобы разрушить ее изнутри. И этот человек существует и сейчас, и он тоже ведет дело о суверенных жителях земли. Он оперирует до сегодняшнего момента в Италии до сих пор. Самое главное, что сказала Барбара, что у нее остались эти документы. И остались контакты с теми живыми, суверенными мужчинами и женщинами. Но она сохранила, скажем, эти документы. До определенного времени она сейчас расскажет. Спасибо. Спасибо. Не был написан, потому что был исполен. И когда началась вся эта фантазия с барб***ом, ну, можно даже сказать, некоторое время, чуть раньше, Лучше Барбара поняла, что эти документы сейчас как раз вовремя надо поднять из архивов и активировать, потому что они могут помочь в данной ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует... 50 миллионов. Да, и очень важно, кому был отослан этот приказ, потому что не то, что мы его отсылали в определенные силовые структуры, в Министерство обороны, в парламентские органы, президенту. Это был отослан военный приказ в переводе, я так думаю, на итальянский язык. Это был очень большой круг. Кто получил военный приказ, не отосланный 2012, он был отослан как раз в данный конкретный исторический период. Благодаря Барбаре. И, конечно же, как только это случилось, начался очень широкий отклик. То есть поднялась волна интереса к данным документам. В двух словах можно? Что за это? Военный приказ и в чем приказ заключается? И кем он написан? Барбара. Антон кьеда из-за таменте, де чьи коза система? Дице, а tutti волонтари нел'есерцито. Ну, все было очень просто. Всем, кто принадлежит системе, силовым структурам, защите и так далее, остановитесь, прекратите действия против своего народа, потому что рабство закончено. И обратите ваше внимание именно против тех людей, которые подавляют ваш народ. Арестуйте тех, кто продолжает... Арестуйте, да, даже арестуйте тех, кто продолжает эти действия. И как результат возымел? К результату обьям оттенуту кон милитарий ордер, Барбара. То и случилось, что очень многие подразделения, полиции, карабинеров и какие-то другие органы, они все-таки обратили внимание на этот приказ, и многие действительно не позволяют себе действия против своего народа. Многие. Приказ, извините, приказ был написан от имени кого? От живой женщины? От Барбары или от кого? Чи естато манданте диле милитарий ордер, киеде Антон? Аллора, веста процедура, и кредо гра бьямо скритто ной, аттраверсо лей. Текст военного приказа изначально был создан Этер, то есть американский текст был использован, и он базировался на основе, конечно, американского закона. И, соответственно, коммерческий, в том числе использовался и подход через СЭК, потому что в СЭКе, как вам бы ни казалось странным, оказалось очень много стран. Италия и Россия, как бы странным это ни казалось. Поэтому то, что он был создан на основе американской конституции, он на самом деле действенен на территории большого количества государств. Что такое СЭК? СЭК – это вообще комиссия по ценным бумагам, которая руководит все экономическими мероприятиями в мире, торговлей, биржами. Оттуда идут все управления экономикой, глобальной экономикой мира. Вопрос мой немного не о том был. Понятно, что текст составлен с использованием ЕЦЦ, американского законодательства. Вопрос в другом. Кто подписал? В каком статусе? Живая женщина или персона какая-то? Или общество? Милитарий орден был подписан, военный приказ был подписан тремя попечителями ОППТИ. Соответственно, это… Анна Тучи Жарафа. Анна Тучи Жарафа. Карп Пол Скиннер. Карп Пол Скиннер. Второй попечитель. Эрандал Иннер. Эрандал Иннер. Администраторы ОППТИ. Эзато. Ясно. Это кто подписал? А в каком статусе они подписали? Как персоны или как живые? Кэ, чи траттанно тутти, коме морти. Прога, это дискорсо и лунг. Это будет очень долго объяснение, поэтому будем переводить частями. Самый важный момент, что СЭК, вот эта комиссия по ценным бумагам, основана на всех параметрах и понятиях о неживых людях. То есть туда используются так называемые мертвые души для того, чтобы дальнейшие делать экономические процедуры. Ох, что что-то, 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 что-то. Интересен был как бы метод, каким образом они зашли в СЭК. На самом деле было использовано физлицо, но когда они зарегистрировались в этой комиссии по ценным бумагам, использовали подпись все маленькими, без заглавных букв. Чтобы показать, что тот, кто пришел сейчас туда, это что-то большее, чем физическое лицо. Я добавлю хизер, чтобы вытащить вот эту персону с этого мертвого, так сказать, закона. Она сделала такую хитрость, она написала все маленькими буквами, которые указывали на то, что будьте внимательны, сейчас вот этот человечек, персона, маска, скоро живет. Вот такую хитрость она использовала. Внимательно, это физическое лицо, да, которое пришло в СЭК, но оно станет чем-то большим, да, то есть подпись показывает, что вас ожидает другое. Когда человек подписывает маленькими буквами, он заявляет, это пришел человек. Далее последовали документы, которые некуда вообще, ну, не отсылать, не вкладывать, да, то есть серия документов, которые были сделаны попечителями, администраторами самими, то есть они сделали сами, как делал производитель эти документы, для себя. Это были документы мы есть, я есть, я есть, я есть, но и сону, я сону, я сону, я сону, я сону, это документы я есть, то есть с этого началось, вот, я есть сначала, когда они сделали их для себя. И на основе этих документов они делегировали другого физлица, от себя физлицо заходит СЭК, где уже прописано, как требуют их юридические права, то есть большой, большая и следующие маленькие буквы и так далее. То есть они дали дело производству использовать через поручительство, через другое физическое лицо. Через агента, да? Через агента, да. То есть, ну, кого-то делегировали, делать для них что-то, вот это вот такой тип документов. У меня вопрос. Можно я добавлю опять? Давай, Галин. Хизер сделала, ну, так как была персона, она сделала человека, которому отдала управленческий статус, скажем так. В общем, из одного персона она сделала двоих. И таким образом получилось передать управленческий статус. То есть тот, кто заявляет «я есть», это статус более высокий и он, на основе своего статуса, делегирует физическое лицо заниматься твоим делопроизводством. Но этого было недостаточно, потому что из этого не было понятно кто пришел и кто себе заявляет. И таким образом она добавила другие тезисы, что этот человек вернулся, вышел из воды, он живой, и это подтверждает его печать, сделанная красными чернилами при помощи руки, одного пальца руки. И вот таким образом она еще выше подняла статус обращающегося через эти документы. По канонам это называется «абсолютная печать». Эта стампа для абсолютной веры. Эта стампа для абсолютной веры. Эта стампа для абсолютной веры. Да, знаем. Что я хотела сказать, Антон, для всех, мне кажется, я поговорю с ним, но для всех, но для всех. Но не говорится с картой. И появление этого документа, конечно, подняло статус обращающегося, но документы – это всего лишь небольшая ступень сегодняшнего момента, межсезонья. На самом деле живые люди – это те, кто улыбаются друг к другу и обнимают друг друга. Нам не нужны документы. В итоге их и не будет. Вопрос поясняющий, значит, по поводу вот этого военного приказа. Маленькие буквы, я так понял, это статус капитус минимума диминутия, то есть ограничивает права к свободам минимума. Это все ясно. Каким цветом бы ставилась роспись? И отпечаток, и, собственно, ручная роспись. Как писалось? Каким цветом? Барбара, ты интуито уже. Тогда Антона, я хочу только и колори. И о лавке. Так как военный приказ был отправлен в том числе и в СЭК, то есть в комиссию по ценным бумагам, а это как бы структура неживых, поэтому, как бы, использовался черный текст, фиолетовая подпись и печать с пальцем красным цветом. Текст черный, но печать с пальцем красная. Все так правильно? Все правильно? Роспись, роспись. И фирма Виола, justo, Барбара. Так как военный приказ был для системы, то подпись только в военном приказе идет черным, но там есть отпечаток красный, красный пальцем. Все остальные документы, АМ и следующие, за ним последующие, все подписываются фиолетовой ручкой и ставится красный отпечаток пальцем. Лена правильно перевела, там есть печать красная, физер и все остальное черное, роспись и... Я правильно перевела, я знаю, что я перевожу, да, спасибо за этот момент. Значит, то, о чем вы рассказывали, это вот то же самое у нас в России происходит. Когда живой мужчина или женщина хотят издать приказ, они используют свою персону. То есть персона может быть представителем живого мужчины, а вот живой мужчина не может быть представителем персоны. Об этом я разъяснял в своих видео, и многие задают этот вопрос, и я это называю «заблудились двух соснов». То, что вы говорили, что одна персона создает другую, чтобы живой человек уполномочил эту, а эта персона передала все права этой, это тоже так делается у нас. Такие схемы используются, по-моему, в плане наследства и в плане передачи всего имущества от одной персоны другой, а это потом уничтожается, и все права находятся у этой персоны, которая уникальна, в системе не зарегистрирована, но принадлежит по авторскому праву живому мужчине. Примерно так делают. Все, что вы сказали, все это, Антон, правильно, так это работает. Это все работает до тех пор, пока то, с кем ты общаешься через эти документы, считается, что существует. Если же это все аннулировано, то вся эта типология документов просто падает, как карточный домик. Это ничего, это пустота. Почему? Потому что если ты с системой обращаешься, например, печать ставишь или подпись, каким-то образом ты говоришь, да, я вас вижу, вы есть, вы существуете как система, то есть вы подтверждаете их присутствие в мире, в системе или какого-то органа, к которому вы обращаетесь. Я сделала, Барбара, не я, Барбара сделала документы о суверенитете, да, все необходимые, в 2010 году. И, соответственно, когда Барбара отослала эти документы в системе, она задалась себе вопросом, а по какой причине я должна спрашивать у системы, могу ли я себя продекларировать и быть кем-то другим? Теперь документы, которые мы оформляем, о чем говорят? Докажите, что вы, система, существуете, и тогда я буду подчиняться вашим законам. Это не я должна демонстрировать, не я, Барбара, не мы, должны демонстрировать, что мы живы. Таким образом, получается, что они как бы над нами в таком случае, а не наоборот, как должно быть. Только мы живые, вы, Антон, Галина и другие ребята, можем сказать о себе, что мы живые. Только мы это можем автодекларировать, волеизъявить, сказать о себе так. Барбара, к сожалению, компьютер. Он принадлежит Майклу, и необходимо отдать через пять минут ему этот компьютер. Барбара на этом моменте хочет закрыть наш эфир и продолжить на следующей неделе вновь, потому что становится все более интересно рассуждать и объяснять эти темы. Только я начал итальянский язык понимать. Я серьезно, вы говорите, я одну треть точно понимаю. Я не знаю как, но вот там я понимаю, о чем вы говорите. У меня подозрение, что идет обратное слияние языков в один, в телепатитический. Да, точно. У нас есть что-то, что-то такое, громадное. Коллективное мы есть, мы есть. И это происходит, это исторический момент, мы свидетели этого. У нас было мало сначала, а теперь, вы видите, во что это превращается со временем? Нет, Барбара говорит, что мы всегда такие были, просто мы на какой-то период, тысячелетия забыли об этом. Нам помогли забыли. Мы сейчас, мы забыли, да, мы забыли. Мы возвращаемся тем, кем мы были, мы возвращаемся тем, кем мы были. Барбара должна выйти, но у нас есть гость, Стефано, Стефано Мальтони. Да, и надо побольше запланировать время. Потому что я подумал два часа, а тут получается пока перевод, пока человек скажет, то есть в два раза увеличивается, то есть ну как минимум четыре часа надо запланировать. Барбара, но мы не можем сделать, скажем, такие маленькие зумы, потому что с tradуцией мы потеряем много времени. И как мы хотим, чтобы сделать этот зум очень информативный, то есть это пункт, это пункт, это пункт, мы должны 2-3-4 часа. Поэтому, в следующем году, мы хотим, если кто-то будет, мы должны дать нам больше времени. Мы должны 3-4 часа, Барбара. В следующем году, в следующем году, в 2 часа, по Берлину Риму, в любое время, 2-3 часа, выделяю под эфир с Россией. Согласны? Все согласны? Согласны! Субтитры сделал DimaTorzok А что, все, вы по-итальянски поговорили и все Теперь только на русском Мы думали, кто-то еще хочет что-то сказать из нашей группы, из группы итальянской Но они все сказали, что им надо уходить по работе и вышли из эфира Ну да, эфир классный был, посмотрел прям вообще, здорово Наконец-то познакомились с Барбарой, загадочной То есть хотелось бы продолжения Следующую среду Да, я думаю, что мосты уже наладили между нашими странами Так как я в свое время изучал французский, итальянский он похожий И у меня было такое ощущение, как будто я реально вас понимал А тут еще такое состояние, что думаешь, что ты реально понимаешь Поэтому очень-очень интересно, конечно Самое главное, что мы все здесь уже объединяемся для той идеи, чтобы вот с этим бороться В том плане, что мы не должны давать об себя вытирать ноги Потому что каждый из нас — это сущность, и это божественная сущность Которая на сегодняшний день открывает нам большие горизонты И мы тем самым, ну, так скажем, не хотим, чтобы нас кто-то порабощал Чтобы у нас не было над нами каких-то хозяев, которые нам сейчас навязали Поэтому, я думаю, вместе мы сила И в связи с этим таких мостов нужно делать очень много Поэтому, ну, это как бы мои пять копеек Так что вот так вот Спасибо, спасибо, Петр Будем продолжать, Антон Да, это все общие вопросы Меня интересует конкретика, но я так понял Понимаю Будет у тебя время в среду? Ну, конечно, выделю, найду Супер, организовываем Только ты мне напиши это отдельно И время московское Да, да, конечно, конечно Так, у меня вопрос по поводу Так, по поводу оплаты Вот мы с тобой разговаривали Но это нужно озвучить для всех Все ваши бумаги, документы И вся ваша деятельность безоплатна для всех Безоплатна, да Ну, это важный момент Очень важный момент, да Они все в доступе в сайте Все безоплатные У меня так же А то мне сегодня предлагали какой-то документ купить За один грамм золота Точнее, не купить, а обменять на один грамм золота За зуб не дают? Что не дают? За зуб не дают? За зуб? А у меня нет золотых зубов Ой, вообще Золото Золото это вообще опасная вещь Это вот Если со зрячими поговорить Они вам расскажут, что такое золото Вопрос в другом Мне тоже Я говорю, извините Мне совесть не позволяет За какие-то Драгоценности За деньги Ну, там было переведено все Естественно, в бибарике Что четыре с половиной тысячи Я говорю, извините У меня совесть не позволяет За деньги получать знания Ни в ту, ни в другую сторону Я даю безоплатные И получаю безоплатные Так, так, так Что еще вы? Были такие вещи, да А военный приказ в оригинале есть? Кто-то фоткал его? У нас есть двойный приказ Я тебе отсылала Уже Перевод Прямо отсканированный Чтобы было видно Что там отпечаток Да-да, есть Я тебе отсылала его Да-да Я тебе его отсылала Я могу Перевод Тоже на русский Я могу показать Ну, в руках Извиняйся, почему перевод? Если он в оригинале на английском Я, поскольку его понял Антон вроде английский понимает И очень хорошо Я не услышал, Игорь И оригинал, и этот И перевод отправили Два варианта Да, спокойно Без агрессии Народ Вы не туда копаете Ну, дайте мне вопросы позадавать Давай И так все ясно Ну, что за Вопросы элементарные И так все ясно Я оба варианта выкладываю Кто соображает, тот поймет Кому надо будет Анистратор Вот Катя, которая присутствовала в начале Она мне так и сказала Нужен просто Уважительный перевод Военного приказа Даже без подписи На нем, кстати, нет подписи На нашем русском Потому что это просто Который, он прикладывается К английской версии Как перевод Ну, вот такова практика Его используют Игорь, я тебе точно скажу Я сам занимался переводами И это Начинал вот это Постоянно со словарем Ходил англо-русского языка Так я Я тебе сразу скажу Кто бы не переводил Как бы не переводил Какое бы общество Какие бы специалисты Университеты Все равно это будет Примерный перевод Все равно примерно Я об этом же Но в данном случае Не нужно пример Она же сказала Два варианта выслала Кому надо будет Переведет сам Все У нас любой документ Он так составлен Что можно Своей собственной рукой Зайти И переправить Даже слова Там каждый правит Как хочет Потом Это же не Образец Вот так должно быть И все Берешь документ Например I am Если тебе что-то не нравится Переписываешь слова У меня Когда итальянцы Оформляли документы Сидели У меня здесь За столом Круглый стол И вот Вокруг меня сидели Итальянцы Заполняют документы Она говорит А я вот чувствую Вот так написать И они брали И меняли слово В тексте Это же их личное дело Они же Все 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 Народ Ну хватит об этом Разговаривать Ну трата времени Серьезно Трата Давай Переводом все ясно Есть оба варианта Кому надо переведет Да Галин У тебя этот Милитарий приказ Под рукой Ага Ну Изображение очень маленькое Поэтому Подскажи Словами Посмотри на него Сама Там где-то Говорится Что написано Маленькими буквами Все Там через двоеточие Или как Имя Двоеточие Отчество Двоеточие Фамилия Двоеточие Или как Так Тут все подписано Черным Сейчас я его пришлю Нет Прям роспись Роспись И единственное Что отпечаток Красный Нет Они там говорили Маленькими буквами Что-то написали Я так понял Имя Отчество Фамилия Тут есть дата Вроде как Наверное Дата Когда подписывала Но это на английском Извините Я на английском Ноль А маленькими буквами Да Тут же жираф Мне кажется Написано Слушайте Двоеточие Есть Двоеточие Между Так Прикладываю Нет Здесь в группу В группе Есть Да Лен Фаттап Если есть Вот он На английском языке Все видно Открывайте Ой Тут так мелко Все Да Мелковато Будет Видно Только Одна треть Листа Надо будет Листать Да Да Видно Смотри Вот подписи Вот они Ну мне непонятно Это Ручка Это синяя Или черная Черная Один маленький Букв Я что-то не вижу Маленькими буквами Все подписано Почему маленькими Подписано Нормальным образом Просто сама печать Говорит о том Кто его подписал А не подпись В данном случае Только Отпечаток пальца Говорит Кто обращается Не Ну Барбара Говорила Она про все документы Говорила Как они Видишь Здесь не так Здесь под подпись Здесь через персону Да Вот это Да Смотри Подпись Стандартная То есть Здесь большая И заглавная И какой-то Опять заглавная 10 сентября 2012 года Да Это дата Давайте еще посмотрим Она вот этой Она вот этой Своей росте Отпечатком пальцем Как бы Открыла Другого Ну как Ну Оторвала От персоны Оторвала И Осветила Нового человека Скажем так Вот Живого Вывела в другой статус Галя Да Галя Вывела в другой статус Вывела в другой статус Молодец Правильное слово Меня слышно Ребят Да Да Антон Я хотел бы уточнить Из-за этого Милитарь ордера Просто тут В Италии во всем мире Все затормозилось Именно из-за него Еще на 7 лет Поэтому я так Скрупулезно К этому отношусь Понимаешь Что ты имеешь ввиду Все затормозилось Он не был Вручен И походу Из-за его формы Из-за правильной формы Если он будет неправильно Вручен И подписан Или переведен То он не будет иметь Тот действий Силу Который должен иметь Я вопрос задал Не про перевод А про то Ты сказал Здесь в Италии Все остановилось Что остановилось Не только в Италии Во всем мире Нет Ну ты говоришь Ты не слышишь вопрос Ты сказал все Меня интересует Что конкретно все Что мухи остановились Или что Пыль перестала летать Снег перекратился Что остановилось Дело в том Что я не знаю Я поздно зашел Что А в чем вам Варбара рассказывала Но Дело в том Что в 2013 год Этот милитарь орден Должен был быть Вручен Прокуратуре Главной прокуратуре В Италии Которая занималась Именно антимафией И поскольку В это движение Была внедрена Одна шоба Которая все И завалила Она должна была Вручить И из-за нее Это не было сделано Прокуратура Сами спрашивали Что нам Сделать дальше Они спрашивали У живых людей Что нам делать дальше Они ждали приказа Этого не было сделано И поэтому Все же тормозило Позже вы не слышали Что сказала Барбара Я так и сказал Антон Я думаю Что Не будем сейчас Гадать Рассказывать Я тоже знаю Почему Подождем Извините Игорек Подождем Барбару В среду И Барбара Очень подробно Это осветит Этот момент Еще раз Для всех Для тебя Для меня И для всех остальных Ну вопросов у меня Осталось Много Переносим Вопросы На среду Это хорошо Значит Будет о чем Говорить Почему Ребята У меня здесь Форс-мажор Пришли полицейские Пытаются Надеть на нас Маски Вот я показываю Вот смотрите Вот полицейский Отвернулся Вот смотрите Еще вот Видите Полицейский Вот Чтобы международное Сообщество Видело Что у нас происходит А этот полицейский Подожди Тихо Выключите микрофоны Они Они защищают Видите Что у нас происходит Пришли на почту По одному Слышите меня Да А меня слышно Да Теперь слышно Что происходит Да Смотрите Сейчас Смотрите На международное Вот смотрите Пространство Вот смотрите Да Вот показываю Вот этих людей Которые на сегодняшний день Да Вот видите Вот девушка Вот Стоит полицейский То есть Чтобы вся Италия Вся Америка Все увидели Вот этот Скандал Вот смотрите Вот видите Видите у нас Видите у нас инспектор Да Тут стоит Полицейский Якобы Который не может доказать Что он полицейский Я как юрист Международник Рассказываю им Что они Находятся Соответственно Незаконно здесь Потому что Ну Они Вообще не понимают То есть Мы им объясняем Что мы живем в СССР Они В общем знаете Очень интересный эфир получился Вообще классный просто С элементами Вот этой Политической Агрессии Со стороны Нашего Несуществующего Губернатора Который Пытается сейчас Навязать Всем То что он Губернатор Без губернии И вот Сейчас Вот эти Которые Одеты В форму А пытаются Сейчас Забрать Вот нас Всех Видите Да Смотрите Это международный Скандал Получается Очень Интересный А где вы Находитесь Петр Что это Субер-маркет Почта Петр Сказал Что это Почта Почта Петр Какой город Да Я сейчас Я сейчас Покажу У меня Прямая линия Сейчас Женщина Мне пока Нет В общем Интересный Цирк Поэтому Так Вот смотрите Что происходит То есть Получается Нам пытаются Навязать маски То есть Мы сами Понимаем Что находится В этих масках Вот Поэтому Вот так Это Это Красноярск Да Смотрите Это Красноярск Значит Адрес Медицинский Переулок 41 Вот Приехали Вот такие Вот Кл*** Вот Это Кл*** Самые Натуральные Поэтому Сейчас Данную Запись Нужно Будет Тебе Елен Надо Будет Это Разместить Обязательно То есть Я считаю У нас Блин Вот такой Суперский Получился Это вообще Резонансный Такой Прям Вот Вообще Вот Да Милитарий Оргер Человек Вот этот Пытается доказать Что он Полицейский Хотя Согласно Того же Законодательства Российской Федерации Не соответствует ГОСТу Я заявляю Я заявляю Как юрист И соответственно Короче Вот такие Интересные Моменты Сейчас Они пытаются Смотрите Они сейчас Пытаются Забрать Вот всех Людей По 19.3 19.3 Причем Эта статья Вообще Не регламентирует В отношении Кого Она Применяется Там Вообще Не сказано В отношении Кого Ее можно Применить К судебным Приставам Ее можно К судям Применить Ее можно Применить Вот этим Полицейским Понимаете Потому что Ты будешь Гореть В воду Они появились Когда у нас Эфир шел Петр Да Это знаешь Это как раз После тех документов Которые на сегодняшний день Вот эти документы Которые я прочитал Вот понимаешь Вот что происходит То есть Какую силу Имеют вот эти документы А я их только прочитал Понимаешь Я их только прочитал А когда я их Подпишу То соответственно Это что произойдет Это произойдет Все Система вся Вот эти все Они просто Всего-навсего Ну я не знаю Уйдут с арены У меня вообще нет Страха Вот по отношению Вот к этим Вообще нет Потому что Я судьям говорю В лицо Что они Никто и звать их Никак Прокуроров тоже Отправляют Потому что Мне ни один прокурор Не доказал Что он прокурор И вот эти Пытаются А когда А когда вот эти Милитари Приказ Если я сейчас Все документы Направлю А также Извещу Папу Римского Да То соответственно Я думаю Тут будет вообще Шороху столько Что они даже Не понимают Что они Как физические лица Да Я человек Соответственно Если я человек То и Блин Я веду себя Как человек Просто Извиняюсь Конечно Что так Получилось Ну вот У нас Вот такая Петрушка Это международный Резонанс Да Говорили А я им Объясняю Я им Объясняю Что это Международный Канал Вот смотрите Мы сейчас Поедем В отдел Полиции Вот смотрите Вот видите Мы сейчас Поедем В отдел Полиции Смотрите Все Сейчас смотрите Сейчас смотрите Будете что Сейчас будет прикол Сейчас будет прикол Сейчас все Сейчас все Протоколы Пойдут в урну Сейчас все Протоколы Пойдут в урну И сейчас Начальник полиции Начальник полиции Смотрите Смотрите Мы сейчас Поедем Мы сейчас Поедем В полицию Петр Подписывайте Китаре Орден Отдавайте Включайте Вот у меня уже визитки расспрашивают, вот я раздаю всем визитки свои, вот такие вот у меня визитки, понимаете, то есть я человек, вот сейчас они хотят со мной побороться, ну пускай попробуют, они сейчас хотят уехать, уехать в полицию, ну поедем в полицию, в чем проблема, я не боюсь их вообще давно, эти ху**и. Они вообще не понимают, что Российской Федерации не существует, что такое Российская Федерация, вы все понимаете прекрасно, что такое, видите, какие у нас нервные граждане, вот так вот, ребята, и все. Спасибо за репортаж, с места, с места. Петр, все записано. А поедем что, то есть смотрите, сейчас мы едем в отделение, и вот эти ху**и пытаются нас сейчас просто забрать. Пусть попытаются, дай им сделать эту попытку, какая разница, увидишь, что будет. Да, да, да. Петр, Петр, не забудь, не забудь сказать фразу под принуждением, под вашу ответственность. А, да это я знаю, Антон, я эти все вещи знаю, поэтому как бы здесь то, что вот сейчас вот они тут пытаются это сделать, ну пускай попробуют, им это дороже будет просто всего-навсего. Вот и все, поэтому то, что тут... Петр, смотрите, сейчас, может быть, еще, я могу вызвать сейчас так же полицию на полицию, представляете, какой будет вообще сыр-бор, просто. Петр, и еще один вопрос, который можете задать. Зазвать полицию на полицию, Петр, извиняюсь. Петр, еще один вопрос, который обязательно им нужно задать. Вы свидетели или соучастники? А, ну так они и так это соучастники. Они соучастники. Вот, задайте им прямой влог в этот вопрос, потому что за каждой формой стоит человек, может быть, стоять человек. Да, я знаю, он, смотрите, один ку**, там он стоит, видите, ждет, приглашает, вон, видите, он приглашает, говорит, идите, говорит, садитесь. Приглашает, приступитесь. Вот смотрите, сейчас мы у него спросим, вы нас приглашаете или вы нас задерживаете? Какое административное задерживание? Хорошо, покажите мне данный федеральный закон, что он подписан и кем-то. Вот видите? Они вообще не понимают, они вообще не соображают, что мы сейчас находимся, кто-то в Италии находится, да, кто-то там в другом городе находится. То есть у нас это международный уже, понимаете, скандал. Все, видите, уже присаживаемся, видите? Вот, видели? Давай, давай, давай. Видите? Вот, видите? Да, да, да. Вот, смотрите. Да мне это пофигу. Да мне пофигу. Вы смотрите, если, вот смотрите, они даже нарушают свое законодательство. То есть получается, если совершено место, совершено преступление, видите, в отношении меня уже пытаются применить силу. Видите? Видите, видите уже? Уже силу применяют, видите уже? Все. Они должны протокол составлять на месте, на месте преступления. На месте преступления. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, к***. Вот, к***, да? Вот такие вот ребята у нас. К***. Вот сейчас вот нужно вот это все осветить. Да, это без разницы. Ну вот. Как бы вот такие вот дела. Едем в отдел несуществующей полиции. Ты не выключайся, мы хотим увидеть, как выглядит обезьянник города Красноярск. Мы хотим продолжить. Ну да, сейчас приедем. Сейчас буду в это. В прямом эфире, глян, получилось. Да. Репортаж в прямом эфире. Да. Самое, что интересно, я вам еще раз говорю. Вот эти документы, которые Елена мне скинула, блин, они реально, они магические. Потому что я уже Елене рассказывал, что происходило со мной. Поэтому вот. Так что можете уже начинать набирать телефонов, звонить. На каких основаниях задержание произошло, да? То есть пускай сейчас доказывают, кто они, что они. То есть вот. Поэтому как бы. Ну что могу сказать? Кл*** есть, у которых нет ни Родины, ни флага, которые продали свою Родину. Закон о полиции, который они говорят, что это закон о полиции, на самом деле он не подписанный господином Колокольцевым. И никем не подписанный. Не принятый ни Государственной Думы, никем. Ну вы сами понимаете, что вообще происходит у нас в мире. Поэтому масочный режим вот этот, который они нам навязывают, ну пускай навязывают, это их дело. Но мы люди, мы в первую очередь человеки, мы божественные создания. Поэтому всё. Вот как живыми людьми обращаются во всём мире. Да, да, произвол, произвол. Я просто считаю, что сейчас надо увольнять всех, вплоть до Речицкого. Потому что сейчас я и к Речицкому пойду. Звук включи, Пётр. Вот что творится в мире. Да. Вот такие дела. Наштам уже не берёт. Вот что творится в мире, да. Ребята, надо объединяться вообще на самом деле, реально. Надо объединяться, помогать. Объединяться. Конечно. Вон он, вон он. Чего вы? Хорэ балдеть, короче. И дурака валять. Кстати, на Петра было ещё нападение до этого. Это сегодня вот произошло во время эфира. А ещё с ним было вчера. Ну там, что-то в очереди. Поэтому, собственно... Алло, не слышно тебя. Ну пускай. Ну, во-первых, смотрите, душно. Тут автозак вот этот, да, так называемый. Душно, очень душно. То есть они вот сейчас вот пытаются тут что-то сделать. Да, самое что интересное, паспорта Российской Федерации как такового у меня нету. То есть я не являюсь гражданином Российской Федерации. Мало того, что у меня не просто его нету, а у меня ещё и недействительный. И получать я его не собираюсь, потому что нету граждан у Российской Федерации. Короче, вот как-то так. Короче, сюжет... Они нас всех вывели, нашли. Сюжет просто, я вам скажу, обалденный. Ну а что, мы все свидетели. Мы все свидетели. Всё международное общество. Конечно, конечно. Они просто не понимают. Пётр, сюжет мировой. Просто мировой сюжет. Да, да. Вы представьте, вот сейчас вот... Я вот вообще, знаете, вот... Мне вот вообще пофигу. У меня нету страха. У меня нету вообще по отношению к этим непонимающим проблемам. Пускай я себя считаю дальше. Я не считаю себя физическим лицом. Я... Варенье... Пётр, ты можешь вести запись потом там в участке? Да, конечно, конечно, конечно. Они же могут очень долго тебя вести. Могут, могут. Могут вести, могут потом вообще где-нибудь высадить, как это уже было. Меня же не первый раз так уже забирают. Поэтому, собственно говоря, когда я уже начинаю реально уже действовать, они просто уже не знают, что со мной делать. И, соответственно, люди, которые на сегодняшний день страдают, они юридически не подкованы. Я-то юрист и с большим стажем, поэтому мне-то здесь проще в этом отношении. Я-то всегда за себя постою. Ну и, соответственно, другие люди, они, конечно, юридически неграмотны, но всё равно я на сегодняшний день, кто бы мне ни позвонил с любого уголка России, я всегда даю безоплатную помощь свою, оказываю. Ну, короче, вот как-то так. Короче, интересно получилось видео. Вообще интересно. Такие вот дела. Пётр, я хочу задать тебе вопрос. Да. Я хочу задать тебе вопрос. Ты вежливое оповещение показывал, давал? Нет, нет, я ещё ничего не делал. Я только сейчас начинаю это всё делать. Я думаю, что сейчас вот они как раз будут получать вот эти все документы. А за то, что они сейчас ограничили мою свободу, да, как человека, то есть сейчас на данный момент они мне должны очень много денег. Просто всего на месте. Ну, когда они тебе будут выставлять аферту, ты свою можешь подключить. Но в первую очередь просто перед тем, как что-либо делать, ты скажи, я хочу вас оповестить о том, что существует вот такой ордер. Я в курсе того, что не существует все корпорации закрытой. Я выполню всё, что вы хотите, но только давайте вначале вы мне докажите, что вы существуете. Смотрите, на самом деле, то есть это рядовые сотрудники, которые просто им сказали, они делают всё. Там-то наверху все всё знают. Поэтому я вам скажу так, что они сейчас просто попадут сами. Потому что я уже ни одного так полицейского уволил уже. Меня же задерживали уже так, не раз задерживали. Ты расскажи лучше, что ты сейчас предпринимешь, что будешь делать, что внутри будешь делать. Вы знаете, я вам скажу, миром правит любовь, даже независимо от того, что я здесь нахожусь, я этих людей всё равно люблю, они заблудшие просто, они не понимают то, что они делают. А то, что мы хотим, то мы и получаем. Если я их люблю безгранично, то, соответственно, и любовь это ко мне вернётся. Поэтому, если мы сейчас будем просто на негативе, а я не… Творческий, на последний творческий. Да, я такой человек, что я подхожу к этому всегда нормально, с любовью. То, что даже, знаете, с иронией… Ну, пока я иду. Да, поэтому как бы тут… Держись, держись, держись. Да. Ну, я вам ещё раз говорю, то, что сейчас произошло, они даже не понимают, они не осознают. Они думают, что они просто, понимаете, вот сейчас вот, ну, я примерно скажу, да, у стола не может быть своих граждан, понимаете? Ну, никак не может быть у стола своих граждан. Поэтому, а если они так позиционируют себя, ну, значит, они не идееспособны, они сумасшедшие просто. Вот. А ввели в это сумасшествие нас, когда произошёл вот этот захват власти в 93-м году. В 91-м, 92-м году. Чем лучше стала система, тем больше свободолюбие пробуждается в людях. Да, а самое, что интересное, смотрите, у нас появился такой интересный пробел, даже не пробел, а как раз РФ сама себе руки отрубает. То есть в Трудовой кодекс внесена статья 369, где там сказано, что они теперь должны доказать, что они являются гражданами Российской Федерации, понимаете? И как они сейчас это будут делать, доказывать, это вообще непонятно. Ну, это будет целый процесс в таком случае. Да, это будет процесс, и, соответственно, то, что, ну, вот. Вот сейчас вот, смотрите, вот мы уже сидим в машине, да, уже сколько времени. Сколько вас человек? Они сейчас... А нас двое, вот ещё один. Как зовут Игорь Николаевич? Вот, Игорь Николаевич со мной тут находится. Ну, мы как бы тут два хулигана, можно так сказать. Ребоши. Да. Ну, что, извините, я подтверждаю своё гражданство, что я гражданин СССР. А мы видели, что вы не поширили. В кавычках. Да. Петр, какая статья ты назвал? Я думаю... 369, если я не ошибаюсь. Сейчас подождите, точно я вам скажу. Государственный надзор за соблюдением требований ядерной и радиационной безопасности. Не-не-не-не-не, извиняюсь. 349.6 Трудового кодекса. Трудового кодекса. Трудового кодекса. Нет, 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 это будет с 1 июля, это статья, а эта поправка будет действовать. Ну, это я как юрист уже говорю. Вот. И с них с каждого сейчас спросят за гражданство. То есть, если они не подтвердят свое гражданство, ну, соответственно, это Нюренберг-2, и, соответственно, то есть это уже будет, ну, я не знаю, как они будут оправдываться перед своим народом. Вот. Короче, вот как-то так. Знаете, были такие уже задержания, то есть уже как бы сидел тоже так в машине, потом отвозили куда-то на 5 метров и говорили, ладно, иди, все, мы как бы не хотим с тобой связываться. А мы подождем. Да. А протоколы, которые они сейчас составят, я им просто их, ну, как бы, сами понимаете, есть там волшебная фраза, которую я уже писал, CF, buy, роспись, AR, все. И, ребята, этот протокол, он в печку сразу же, потому что данные протоколы, они все на сегодняшний день имеют вес, а наша подпись, она их увеличивает в несколько раз. И то есть этот протокол становится золотым, вот. Правый нижний угол не забудь закрыть. Поэтому вот, как бы так вот, такие вот дела. Не забудь, не забудь закрыть правый нижний угол. Антон, я хотел с тобой познакомиться, но, видимо, ты, наверное, сейчас будешь уже сам со мной знакомиться. Так я слушаю тебя, все правильно говоришь, только не забывай, права не разъяснены. А это я знаю, я юрист, я знаю эти все вещи. Меня со мной, понимаешь, я реально говорю, я захожу в суд и я спрашиваю судьи, кто ты? У меня судьи по раз пять выходят из процессов, некоторых даже до слез довожу, понимаете? Когда начинают спрашивать их полномочия, кто ты такой в рясе, ряженый, все. И получается, что как бы они ничего сделать-то не могут, понимаете? Я вот единственный, наверное, такой человек, который ничего не боится. Я, знаете, скажу так, смерти не существует, потому что наша душа вечна. И мы на самом деле, мы сущие, и мы находимся здесь и сейчас, понимаете? А дальше, дальше мы летим уже в другие пространства, в другие миры, вот. А когда мы начинаем говорить, что мы там кто-то, ну, моя позиция, что мы сущие, мы здесь и сейчас находимся на этой планете. У нас у каждого есть сейчас, просто мы проживаем какой-то опыт для того, чтобы нам передвинуться дальше, куда-то. Поэтому сейчас, сейчас они пытаются, ну, как бы вот эти люди, они не понимают, они не понимают вообще, с кем они связались. Они вообще не понимают, что это, знаете, это равносильно тому, что постучались там, я не знаю, к Архангелу Михаилу. И все, и, собственно говоря, я их сейчас просто своей любовью настолько накрою, что они там просто, ну, будут это. Я буду сейчас ходить и всем говорить, я вас люблю, понимаете? Потому что, ну, на самом деле, только любовь спасает мир. Петр, Петр, самый главный совет, забудь про слово «клоун». Это, знаешь, Антон, я тебе скажу, это уже не первый раз такое, поэтому мое поведение, оно нормально, потому что, ну, на самом деле, это клоун, которые одели форму, и на самом деле, то есть, они не могут никак это. Тем более, смотрите, маски сейчас одели, вот. Поэтому, ну, как бы так вот. Они просто не могут за это привлечь. Да, пускай привлекают, за что привлекать? Они пускай докажут, что привлекать-то. Вот, понимаете? Петр, Петр, можно, можно как-то связаться с вами? Со мной, да, конечно. С вами юридической. А где я могу найти ваш номер телефона? А, Елена выложит, кому надо. Хорошо, даже сейчас спрошу у Елены. Спасибо, благодарю вас. Есть в нашей группе. Да, вы можете в группе. Вы можете в группе. Хорошо, благодарю вас. В чате. Я поняла, что вы именно тот человек. В чате. В чате общения и сотрудничества. Юрий, да. Отлично, благодарю. Смотрите, мы сидим вот уже, не знаю, сколько там. Минут 30. Минут 30 уже, наверное, сидим. У нас запись продолжается. Петр, они едут присоединяются? Нет, мы сидим. Нет, нет. Мы сидим. Мы сидим на месте, и мы никуда не едем. Понимаете? Я на сегодняшний день, наверное, стану звездой Ютуба. И по мне, наверное, будут миллионы просмотров. Понимаете? На измор берут. Поэтому кто там сейчас выложит... Да, сейчас кто выложит эту запись, ну он просто станет богатым. Поэтому, смотрите, тут, ну это прям интересно. Ну кому интересно, да? Меня зовут Петр, по отцу я Ильич, а фамилия моя Атчисов. Я никогда не признавал эти власти. Хотя, честно вам скажу, я много лет в системе отработал сам. И я знаю эту систему изнутри. Я работал в милиции, я работал с судебным приставом. Я работал даже директором коллекторского агентства. Понимаете? Работал юристом уже непосредственно против вот этой банковской системы. То есть просто вы представьте, что во мне, что я знаю, чем я владею, какие знания. И на сегодняшний день вот эти товарищи, да, так называемые, которые нам не товарищи, они просто, ну, думают, что они что-то могут сделать. Поэтому, ну вот, как-то так вот. Поэтому вот сейчас вот на данный момент мы сейчас поснимаем всех начальников вот этих, которые непосредственно начальника вот этого отделения, куда нас якобы повезут. Вот, прокурора снимем сразу же с должности, потому что он за законностью не наблюдает. Прокуратура у нас поставлена для того, чтобы за законностью наблюдать. В данном случае она вообще бездействует, прокуратура. Вот. Ну и, соответственно, то есть это международный скандал. Да, действительно. И я считаю, вот такие вот эфиры, если они проходят, да, их нужно выкладывать и не стесняться этого. Я просто тот человек, который ничего не боится. Даже мне, если сейчас там скажут, мы тебя убьем, ну, я вам скажу так, я не боюсь этого, потому что на самом деле смерти не существует. У меня нет страха вообще. Я прошел уже через то, что ранее было. Вот. Поэтому смерти в глаза я смотрел много раз. И я настолько жесткий. Я говорю, если бы вы были со мной в судебном заседании, вы бы просто ахнули бы или стояли бы, просто стоя аплодировали. А сделать-то они ничего не могут. Понимаете? У тебя видео из зала суда здесь? Нет. Я не занимаюсь вот этим шапито, честно говоря. Снимать там все это. Просто, ну, я себя заявляю и, соответственно, то есть я уже всех на место ставлю. А сделать со мной, ну, ничего не могут. Потому что, ну, просто люди как бы понимают, что… Вы знаете, я как солнце. Ко мне подошел и обжегся. Все. Поэтому как бы в данном случае кто это понимает? А я на высоких вибрациях. Я очень любящий человек. То есть даже вот сейчас вот то, что происходит, да. Ну, пускай обожгутся. Пускай. Пускай они поймут, что им нужно кормить свои семьи, да. Но не такой ценой. Потому что, ну, на самом деле, то есть есть много моментов, в которых можно зарабатывать деньги. Вот я занимаюсь инвестициями, поймите. Я занимаюсь инвестициями. Я узнал об этом буквально в 2019 году и живу за счет инвестиций, которые на сегодняшний день дают мне колоссальные доходы. И я учу людей, чтобы жить, а не существовать. То есть, знаете, вот пока сижу, я, наверное, сейчас всю жизнь тут расскажу. И прям как перед смертью. Давай, давай, Петр, давай. Жги. Вот. Поэтому в данном случае, в данном случае, то есть, ну, я говорю, у меня нету ненависти к ним. Вообще нету, абсолютно. Вот они мне вот сказали, там, придите в машину. Я прошел, видели, да. То есть я не сопротивлялся. Ну, пойдемте сядем, в чем проблема-то. Все. И по факту, то есть, сейчас, ну, блин, я не знаю, я сейчас просто понимаю, что документы – это волшебные документы. Они настолько волшебные, что если мы сейчас каждый эти документы сделаем, подпишем, отправим кому нужно, и все. И будет просто, просто, ну, система рухнет. Она просто рухнет. Потому что, если такие люди, как Антон, как я, как еще ряд, вот, Игорь, вот, живой парень, тоже молодой, с Москвы, тоже. Если вот мы сейчас все объединимся, вот, как Елена, как вот Галина, вот, как Сергей, который здесь присутствует, не знаю, присутствует, не присутствует. Серега, ты здесь? Нет, вышел. Поэтому… Подождите минутку, Лен, скинем мы еще афидавит, вот этот новый, который сделали. Зайди в этот самый… Галина, все документы? Все документы у Петра? Нет, новый афидавит. А, новый афидавит? Новый афидавит на английском. Новый на английском должен быть уже. Хорошо, хорошо. Если сейчас найдешь, что скинем. Сделаем. Ну, смотрите, мы сидим уже, то есть, получается, у нас каждая минутка накапает, да, это стоит денег, но, соответственно, потом по международному праву им можно будет предъявить за, получается, за то, что они нас содержат в неволе. Вот, причем предъявить они ничего не могут, они говорят, что указ губернатора. Ну, указ губернатора какой? Губернатора нет. И вообще, кто такой губернатор? Это высшее должностное лицо, но не государственное. Оно вообще не подчиняется никому. Вот, понимаете? На сегодняшний день, вот смотрите, вот уже открывают, то есть все, уже, наверное, уже поняли, что со мной связываться не надо уже, и все. Или просто уже как бы это, приоткрыли, чтобы мы тут дышать начали. А то тут, ну, честно говоря, тут уже это, как в Сочи. Вот, еще моря не хватает. Как в бане. Они же никуда не едут, конечно. Куда им... Да, смотрите, я просто... Вот, на сегодняшний день, ну, вот, ну, я такой человек, и по-другому я не могу. Я, у меня обостренное чувство справедливости, и, соответственно, то есть то, что сейчас происходит, я это, ну, не оставляю никогда. Каждый человек, который хочет получить помощь, я ему всегда окажу, потому что мне на сегодняшний день инвестиционные проекты дают возможность помогать людям. Вот. Короче, как-то так. Короче, ну, походу мы, наверное, никуда не едем. Ну, а если поедем, ну, соответственно, я говорю, начальники все поувольняются. Наверное, скорее всего, и Речицкий сразу же уволится, потому что после такого интервью, это интервью попадет Путину. Возможно, там будут опять общения с какими-нибудь службами ФСБ, там еще, какими, МММ, там еще там, ну, так называемые службы. Вот так вот, в кавычках. О, на три бога. Да, 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 да. Рога и копыка. Петр, у тебя есть прекрасная возможность сейчас заявить, что ты живой человек. Нет, я не буду заявлять, что я живой человек, нет. Это тема Антона. Разрешай сам. Это тема Антона, пускай он заявляет, что он живой человек. У меня другое понимание, понимаете? Я пришел на эту планету, соответственно, для того, чтобы помогать. Я не тот, за кого меня многие принимают, понимаете? Я сущий, я здесь и сейчас, потому что мое тело, оно потом останется, а моя душа, она уйдет дальше. Другие миры, понимаете? Я себя не позиционирую, ни живой мужчина, ни женщина, еще что-то. Я сущий, я здесь и сейчас. Даже в тех документах, которые мы сейчас пишем, да, вот эти документы. Вот, смотрите, закрыли, значит, сейчас поедем. Все, сейчас, наверное, поедем. У нас в документах идет вечная сущность. Так и есть. В универсальном законе вечная сущность являются живые мужчины и женщины. Смотрите, живые мужчины и женщины. В теле. Воплощенная, вечная сущность, воплощенная в теле. Это в данной жизни, вы поймите, это в данной жизни, то есть в данной. А на самом деле у нас у каждого есть душа, и она дальше летит. Вы поймите, мы проходим какой-то период здесь, набираемся какого-то опыта, и дальше идем. Вот и все. Твоя сущность воплощена сейчас в теле живого мужчины. Вот в чем понимание. Ну, это у каждого свое понимание. Мое понимание – это вот такое, понимаете? Поэтому, ну, как бы тут так вот. Так что. Потому что, когда я себя чувствую… Смотрите, я вам скажу, когда я чувствую себя без оболочки вот этого человека, живого мужчины, я чувствую себя намного выше. Если мы это осознаем, то, соответственно, и отношения к нам должно быть. Вот таких вот происшествий, которые сейчас происходят, их не должно быть. И поэтому будьте выше просто всего-навсего. Поймите эту суть. Вот. И сейчас вот, сейчас вот, вот, они, ну, не знаю, они то открывают двери, то закрывают. Вот они вот не понимают вообще. Кто-то сейчас подумает, что я там сумасшедший, там, еще что-то. Я вам скажу, нет, у меня нормально все с головой. Просто я вижу некоторые вещи, и я общаюсь на высоком уровне. У меня есть такие вещи, которые я рассказывал Елене, то есть, и, соответственно, она только знает то, что я ей рассказывал. Как бы это все настолько космическое, что мы все здесь находимся, так скажем, не просто так. У нас у каждого есть своя миссия. Моя миссия в данный момент — это помощь людям, что я и делаю, понимаете. Просто, знаете, вот интересно получилось как. Я просто пришел на почту, а там люди, там женщину просто, ее не обслуживают. Вот эти почтовики, они, оденьте маску, оденьте маску. Она говорит, я человек, я не буду маску одевать. Она им говорит, я не физическое лицо, потому что это на физическое лицо распространяются данные только в это. И по факту, то есть, получается, что они вообще не осознают и не понимают, что такое физическое лицо и что такое человек. Согласно римского права, нас сейчас приравняли как капитус деминиция максима, то есть раб бесправный. Хотя у нас статус капитус деминиция минимум, даже не медиум, а минимум, потому что в отношении нас нет вообще вот этого всего. А когда мы начинаем уже признавать себя физическими лицами, вот тогда в отношении нас и происходят вот эти геноциды. То есть люди сами с этим соглашаются. Я с этим не согласен, и поэтому, ну, на самом деле, то есть, ну, вот, как-то так. И сейчас вот, ну, я вам реально говорю, вот они сейчас пытаются... Да, кстати, у меня тут банк пытается квартиру отжать, надо будет тоже репортаж снять. Судью, судью я вам скажу, судья Беляева, Валентина Михайловна, Свердловский районный суд вынесло решение. Причем, знаете, интересно, квалификационная коллегия судей в 18-м году ее лишило полномочий. И вот эта лже-судья даже в российском законодательстве, она пыталась высудить у нас квартиру. И самое, что интересно, она вынесла это решение, незаконное решение. И сейчас я написал Путину, написал Бортникову, написал во все структуры. То есть, вот, я тоже думаю, надо вот это осветить. Просто, знаете, вот, честно скажу, я не медийная вот такая личность, да. Я единственное... Вот у меня был ролик по инвестициям. Вот единственный ролик, который я выпустил, после чего мне люди начали писать, потому что все находятся сейчас закредитованы, очень сильно, значит, ну, попали в такие долговые ямы. И сейчас просто, ну, как бы, пытаешься им помочь с помощью вот этих инвестиций. Вот, я выпустил ролик, и после ролика у меня отбоя не было. Я могу вам скинуть этот ролик также. Потом, кто хочет, может присоединиться, потому что на самом деле здесь зарабатываешь хорошие деньги, освобождаешь себя от всего, и тем самым занимаешься своим любимым делом. А это быть в семье, это путешествие, это отдых. Вот. У нас другой путь. Мы оповещаем управленческую систему о том, что мы больше не играем в их игры, мы вечная сущность. И на документах Хизер мы просто не платим ипотеку, потому что мы берем управление... Галина, я это все прекрасно понимаю. Но когда, извините, тебе человек говорит, извините, у меня жрать нечего, а ты ему даешь возможность вот этот финансовый инструмент, вот эту удочку, с помощью которой он может ловить и большую рыбу, и маленькую, и среднюю. То есть он сам для себя выбирает. Поэтому пока мы там кого-то, там что-то... Вы знаете, сколько мне приходилось людей вытаскивать с петли? Сколько людей приходилось избавлять от того, что они хотели окончить жизнь самоубийством? То есть я помимо этого еще был не только юристом, я еще был и психологом. Понимите? Потому что на самом деле каждая душа, она важна. Она важна. Если человек ко мне обратился за помощью, да я в лепешку расшибусь, я ему помогу. Если это в моих силах, я это сделаю. Поэтому уведомлять это однозначно надо. Это вопросов нет. Но мы... Уведомляя, ты имеешь право больше не платить. Потому что ты уведомляешь о том, что ты выходишь из игры, ты не будешь платить ни налоги, ни ботеки, и все такое. Потому что все уже оплатено. Это я знаю прекрасно. Трасты эти все закончились. Все это я прекрасно понимаю. У нас тут, короче, уже духовка. Дышать уже нечем уже. Тут реально уже все. Тут вообще душняк. То есть они уже, получается, уже, ну, как бы, должны принять какие-то действия. А, соответственно, они не предпринимают никаких действий. Ну, я думаю, что это международный скандал. Сейчас полетит Ричицкий. Сейчас письмо Путину прилетит однозначно. А Бортникову сейчас прилетит тоже письмо. А прилетит, значит, прокурору генеральному Краснову, Игорю Викторовичу, который, так скажем, лично, наверное, захочет со мной пообщаться уже, что в отношении вот сейчас вот людей, да, происходит геноцид. Они просто вот не понимают. Вот они сейчас вот, да, вот они вот, ну, вообще не осознают, что они делают. Они просто зарабатывают. Вы знаете, я когда в одно время пришел к приставам, и они там, значит, ну, представлял интересы как юрист. Одну семью там лишали жилья. И я пристава спросил, зачем ты это делаешь? Он сказал, это моя работа, мне надо кормить семью. Я говорю, ну, ты понимаешь, что ты идешь на преступление? Он сказал, да, я понимаю. Ну, то есть, понимаете, они уже осознанно это уже понимают, что они идут на преступление. А я вам скажу, что Нюрнберский трибунал номер два не за горами. И, соответственно, в отношении вот этих всех, так скажем, людей будут предприняты вот эти все меры. Потому что военные преступления, они на сегодняшний день не имеют срока давности вообще. Поэтому вот так вот. Петр, в Италии уже подписывают на второй процесс. Уже собирают подписи. Так что он действительно не за горами. Да, так я уже предупреждал уже. То есть я вот чиновником всем этим. Кто меня лично знает, кто общался. Это нарушение человеческих прав. Конечно, конечно. То есть у вас сейчас там... Они вообще, вот смотрите, они вообще как бы не имеют права ни на что. Они вообще, то есть, ну... Я говорю, у стола не могут быть своих граждан. Сейчас просто... Смотрите, сейчас будет просто интересное кино. Меня сейчас привезут, и у меня паспорта нету физического лица. А составлять протокол надо на физическое лицо. И представляете, какой будет каламбур? Они будут составлять протокол и не зная на кого. Форму 1П, которую они будут заполнять, она уже будет недействительна. Потому что у меня нет паспорта. И гражданства Российской Федерации у меня нету. Мало того, что у меня есть ответ из Государственного архива Российской Федерации, что я являюсь гражданином СССР. Понимаете? Справка есть такая, из Государственного архива. Мало того, что МВД дает характеристику, что они на территории Российской Федерации, точнее, на территории СССР, не могут найти территорию Российской Федерации. Кому интересно, я могу это все скинуть? Вы не представляете, у меня такой большой чемодан. Там столько всех этих фактов. Там столько всего вот этого. Это просто, ну, я не знаю, это прям вот вообще. Петр, все зависит от того, как... Петр, интересно, скидывайте, Петр, пожалуйста. У меня сейчас девочка, то же самое, уголовное дело в Санкт-Петербурге открыто. Уголовное дело сразу, смотрите, уголовное дело сразу говорю. Прокурор, который ходит на уголовные дела, это помощник прокурора. Его задача принеси, подай и не мешай. Все. А прокурор не будет подписываться ни за что. Потому что помощник прокурора, это не должностное лицо. Понимаете? Это не должностное лицо. А раз оно не должностное лицо, то, соответственно, он не имеет права вообще приходить в суд. Он не имеет права. Вот он должен там сидеть рядом с прокурором, подшивать дела и все. Понимаете? Вот и все. А они подставляют этих помощников. Эти помощники, они, ну, б***ь, они не понимают, что они просто берут на себя вот эту ответственность. Поэтому здесь это все просто. Да, кстати, пользуясь случаем, моего товарища тут закрыли психичку тоже. Вот. Надо его тоже как-то вызволить оттуда. Тоже, я думаю, с помощью ОППТ мы это тоже, наверное, сделаем. Человек просто обратился за правами. Но ввиду того, что якобы в семнадцатом году в отношении его было возбуждено уголовное дело, так извините, уже прошло четыре года. Как человека могут содержать уже после четырех лет? Он просто пришел на права, значит, комиссию проходить. И его просто взяли и закрыли. Понимаете? Все. Потому что якобы вот есть основания вот это. Вот это тоже тему нужно осветить. То есть вот эти все преступления, которые я сейчас могу обнародовать, да, в отношении себя, что квартиру у нас пытаются отобрать, да, вот это все. То есть это нужно будет сейчас вот просто массово, то есть потому что, ну, как бы так вот. Они вот сейчас вот хлопают туда-сюда дверями, вот они вообще не понимают, что делать вообще. То есть у них сейчас тупик. Сейчас куда-то везти, ну, тоже. Я говорю, бывало, я говорю, довезут там куда-то, бросят, и все, иди там, гуляй, и все, мы с собой связаться не хотели. У меня, когда подходят ко мне полицейские, я сразу у них начинаю спрашивать. Я говорю, ты кто? Он говорит, я полицейский. Я говорю, докажи, что ты полицейский. Он, вот федеральный закон. Я говорю, хорошо, давай федеральный закон. И начиная по ГОСТам, он мне показывает удостоверение, а в этом удостоверении у него наклейка просто от бутылки водки просто. И получается, на сегодняшний день вот они просто вот, ну, вот как бы, они просто даже своих законов не знают. Существует ГОСТ, Р-51511, как должна выглядеть печать. Соответственно, они даже этого не соблюдают. Мало того, что, если они показывают какие-то удостоверения, у них стоят красные мастичные печати. Вот, поехали, наконец-то. Вот. Мастичные печати, они на сегодняшний день являются копиями документов. Понимаете? Все, наконец-то мы поехали. Петр, все зависит от того, как ты себя идентифицируешь и как ты сможешь это, самое важное, это показать, показать в том смысле использовать. Потому что, если ты не понимаешь механизм, ну, я думаю, что ты понимаешь, я вижу, чтобы я осознал и понял, и тем более с такой практикой. Эй, будь просто... А у меня нету, вы поймите, у меня нету вообще страха вот ко всему вот этому. Просто сейчас люди просто попадают на деньги, очень сильно попадают на деньги. Будь внимательным, будь внимательным во всех своих словах. Ну, это же практик, реальный практик. Он адвокат, работал в системе. Человек знает, что делать. Там еще раз говорю, я работал в системе около 20 лет. И на сегодняшний день, то есть, вот эта вся система, она... Я единственный, наверное, юрист, который пошел против этой системы. Потому что вот эти все юристы, адвокаты, это юлисты. Они только способствуют этой системе. Все. Это не против, не против. Ты сейчас проходишь экзамен взаимодействия. У тебя такая миссия. Ты сейчас взаимодействуешь, ты должен показать, кто ты. Я знаю, кто я. Я знаю, кто я. Я на своем месте. Я на своем месте, поэтому, собственно говоря, вот так. Да. Сейчас, смотрите, они составят протокол, хотя, смотрите, нарушение... Ай-ай. Звук, бочковой стал. Завис. Бочковой звук, да. Видимо, куда-то заехали. Вот. Они сейчас меня везут в отделение, чтобы там составить протокол. Но самое интересное, когда они столкнутся, что у меня нет паспорта, что у меня нет, получается, у меня есть справка о том, что я являюсь гражданином Советского Союза из государственного архива, да? Они столкнутся вообще непонятно с чем. Им просто оставаться, ну, ничего не остается, как просто взять и, ну, как-то, не знаю, извиниться. Но тут извинений уже не будет, потому что эти люди, которые в отношении меня тут якобы пытались что-то применить и в отношении товарища, который рядом со мной сидит, соответственно, ну, будут расплачиваться. И, я думаю, они будут расплачиваться. Выставляйте свою аферту. Сколько стоит ваше время? А мое время стоит, я вам скажу, 500 унций золота каждая минута. Надо как-то рассчитать. Понимаете? Каждая минута моего задержания, она стоит 500 унций золота. Ну, правильно. Наконец-то наш чек адекватный оценивает. А вообще, ну, бесценно, конечно, начнем. Но если начнем оценивать здесь, то, конечно, союзок президента. Поэтому вот так вот. Ну, они сейчас, ну, что они делают? Ну, составят они протокол. Ну, сейчас посмотрят, кто я там. А у меня-то нет формы 1П. Все, то есть, как бы, это. И на этом там все закончится. А как получилось ее убрать? А как, Петр, а как получилось убрать форму 1П? Когда паспорт новый получаете, форма 1П должна быть тоже новая. Если они делают старую, это уже нарушение. Их же законодательство идет. Вот и все. Вот все. Нас, наконец-то, выпускают уже. Приехали тут в отдел. Здравствуйте. Мы тебе посылаем всю нашу энергию. Да. Мы с тобой, с тобой. Вот, смотрите. У нас получается, вот, видите. Вежмуниципальное управление МВД, отдел полиции номер 6. Свердловская. Это, получается, Свердловская 60... Так, 60 лет октября, Свердловская 73. Оп-оп. Интернет прервался, что ли? Запилинговали. Там, наверное, не берет у них. Там, наверное, да, пилингуют. Оп-оп. Скорее всего, да. Все, там внутри никак уже. Нету связи. Антон, ты уже там занялся другими делами? Нет, тут пару дел было. Отходил ненадолго. Ну, там, во-первых, в отделе полиции, скорее всего, глушилка стоит. Да-да, глушат, глушат. Сейчас я ему напишу, если будет возможность. Будет записывать. Вот, пожалуйста, первый видеоматериал. Нет, просто дело в том, что за этот момент, можно было немножко обменяться знаниями. Ну, вот, видно, что он много чего знает. Но, не знаю, под эмоциями, может быть, Петр не стал слушать Антона. Антона большой опыт в этом тоже. Могли бы просто обменяться своими знаниями. И это бы могло бы послужить... Ну, это же как экзамен. Вот он вышел. Петр, включи микрофон. Человек из системы. Что он? Не знает, как действовать. Петр, включи микрофон. Петр, филингуется. Нет, опять осталось. Да-да-да. Говорюсь по какому адресу. Объезд находится по какому адресу. А вам зачем это знать? По какому адресу? Ну, вы же... Надо ему написать, чтобы он просто себе записывал. Ребята, это международный скандал. Они не понимают вообще ничего. Абсолютно. Петр, записывай аудио все. Потому что здесь прерывается связь по зуму. Ничего не слышно. Записывай аудио. Диктофон включи. Диктофон включи. У тебя есть диктофон на смартфоне? Проще, да. Ну, не знаю, какой он правозащитник. Не знаю. Не знаю, что там происходит. Но он вышел. Да, он вышел из зума и будет записывать на смартфон. Потому что там, видимо, нет возможности. Или забивают. Или нгуют. Вот он говорит, много раз у него было задержание. Но не знаю. На что он рассчитывал? Вести прямой репортаж из обезьянника? Это не получится. Ну, конечно, не дадут. Я тоже думаю, что у них стоит какое-то оборудование, которое не дает это сделать. Это раз. Во-первых, бетонные помещения с железными решетками. То есть уже идет решетка Фарадея. То есть глушилка естественная за счет железа и бетона. Во-вторых, может быть, глушилка. В-третьих, скорее всего, у него, ну, не знаю, как у него. У меня не то, что в самом здании. У меня еще, как только меня видят, сразу говорят, телефон давай. Просто давай телефон, все. Ну, вообще, да. Могут сделать изъятие телефона и все. Нет, они не изымают. Они просто говорят, давай телефон. Ну, в смысле, давай телефон. Отдай. Отдавай телефон. Я говорю, на каком основании? Иначе 19.3. А что это за статья, о которой он говорил? 19.3. Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции. Ага. Ну, да. Это же он. Я говорю, ваше требование законно? Он говорит, да. Я говорю, назовите закон. Что я нарушил? Какое законное распоряжение вы ко мне предъявляете? Молчит. Сдай телефон. Ничего даже не объясняют. Ничего даже не объясняют. Так нет, конечно. Они не могут ничего объяснить. На него было нападение еще за день, до сегодняшнего дня. Там тоже что-то было такое. Прыснули прямо из баллончика в лицо. Кто это? Ну, там что-то в очереди поспорили. Он там защитил какую-то женщину опять. Ему прыснули в глаза. Он вводил заявление. Позавчера, по-моему, составлял заявление на этот человек. Потому что есть камеры видеонаблюдения. Они, по крайней мере, если ты ставишь заявление, к ним апеллируют, смотрят и находят этого человека, который такое действие сделал. Ну, я вам так скажу. Вообще, у него правильный подход к правозащите изначально. То есть, мало того, что он проработал в системе, то есть, у него знания есть инсайдерские внутри. У меня таких знаний нет. Ну, скажем так, почти нет. Потихонечку начинает поступать. Во-вторых, он правильный ход сделал. Он нашел независимый источник дохода. И стал независим от системы. Да. Это правильно, да. Да, да. А вот я точно так же сделал. Я сначала нашел несколько источников независимого дохода. И потом только занялся правозащитой. Ну, мы на этом и познакомились с ним, на самом деле, на инвестициях. То есть, адвокат себе нашел такую тему. Ну, не себе, а лично. Он, естественно, и другим помогает. Но эта тема мне тоже всегда интересует. Вот как-то мы сошлись на этой теме. А оказывается, все оно в тему оказалось. В том числе документы. Реально свободный человек. Организовал свою свободу сам. Понимая систему. Так, ну что, я предлагаю завершить. Просто так ничего не происходило. Да, это точно. Мистические встречи. Девчонки, я предлагаю завершить, потому что 2 часа 15 минут уже разговариваем. Да, давай, давай займемся обработкой. Хорошо, давай. Елена, просьба держать вкус. Благодарство всех, Антон, благодар. Я прямо не отошла. Я даже слышу среди, ребята. Слушаю, Антон. Елена, просьба держать вкус и что там с Петром происходит. Конечно. Все, всем благодарство. Среду организовываем следующую. Благодарю, Антон. Всем благодарю, всех присутствующих. Благодарю всем, ребята. Всем хорошего дня, все. Всего хорошего. Спасибо. Так, ну рассказывай, что там было. Да, особо ничего не было. Приехали в отдел полиции, завели нас там в комнату. Я продолжал снимать. Хотя они там сказали, что снимать нельзя. Но потом увидели, что у меня там люди. В общем, начали бегать, суетиться. И, соответственно, съемку мне не запрещали, потому что у меня уже батарея на исходе была. То есть я уже не мог никак уже снимать. Уже единственное, камеру отключил и там какие-то отголоски слышал. И все. Ну, потом батарея села. Ну, что дальше? Дальше они начали спрашивать документы. Ну, я говорю, у меня нет документов. Они говорят, ну какой есть документ? Я говорю, ну паспорт Советского Союза. Подаем паспорт Советского Союза. Они смотрят. Раз-таки, ага, пошли там что-то по базе пробили. Потом говорят, а вот у вас паспорт есть РФовский. Я говорю, ну как РФовский? У меня нету. Он у меня в списках не значится. Он у меня как недействительный, говорю. И как вы, говорю, составляете там протокол? Они такие, ну как, вот есть? Я говорю, ну вы как, по форме 1П составляете? Они, нет, у нас есть в базе данных. Я говорю, так у вас база данных. Вы что, говорю, не обновляете, что ли? Она у вас устарела уже. Ну и, соответственно, получается, что как бы составляют. Я говорю, а почему тут написано на физическое лицо? Они говорят, а на кого? Я говорю, ну извините, согласно ответа Генеральной прокуратуры, физическое лицо это скот. Я физическим лицом не являюсь. Если вы, говорю, скот, говорю, ну пожалуйста, носите эти маски. Я говорю, я не собираюсь эти маски носить. А у тебя есть этот ответ прокуратуры? Да кого он в это, в свободном доступе, ВКонтакте его можно найти. Я к скоту не отношусь. Ну и все, собственно, что там. Кошмарить нас там не кошмарили. Потому что даже не то, что не кошмарили, они боялись. Они там бегали, что-то перешептывались, а там что-то как-то это. И, соответственно, то есть, ну у них видно было, я же чувствую людей. Не первый год работаю уже, потому что сам человек системы. Давно уже просто не работаю системой. Ну и, собственно говоря, то есть там получается, они просто бегали, бегали, бегали. Потом вы будете расписываться? Я говорю, нет, я не буду расписываться. Зачем? Потом товарищ, который был со мной второй, его потащили на дактилоскопию. Ну там же рядышком. Он говорит, я не буду делать. Ну они так раз посмотрели, что я так смотрю с таким взором. И, соответственно, мне сразу не стали предлагать. А потом он такой говорит, это что, предложение или что, обязаловка там все? Те такие, да нет, это мы просто хотим по базе пробить. Может, вы преступник, может, у вас там, ну это у нас типа оперативно. А мне даже не предлагали. Они мне вообще ничего не предлагали. Они там просто, ну, тупо бегали, не знали, что делать. Они там менялись. А в итоге потом меня, получается, забирал один человек, там, парень. Ну там на видео видно. А протокол на меня составляла девушка. Я говорю, а что вообще происходит-то? Почему, говорю, девушка? И почему, говорю, вообще вы нарушаете, говорю, свое же законодательство? Вы должны были на месте составить протокол. Ну они такие, ну мы не могли на месте, потому что ситуация была такая, что мы никак не могли на месте составить. Я говорю, ну, в принципе, какая разница, ваш протокол пойдет в урну. Вот и все. До суда он не доживет. Говорю, если даже, как вы думаете, доживет до суда, то, соответственно, судья его отменит, этот протокол. Потому что, когда я захожу в суд, я у судьи начинаю сразу спрашивать полномочия. Кто он? Что он? Ну и, соответственно, в таком духе. Люди, которые были со мной в судах, они знают, как я веду себя в судах. Я ничего не боюсь. Для меня смерти не существует. Подожди, подожди. Если не боишься, у тебя есть аудиозаписи разговоров с твоими судьями? А зачем? Как зачем? Чтобы другие люди проснули. Они и так просыпаются. Они и так просыпаются. У меня на сегодняшний день люди со всей России звонят. И не только с России. Меня знают уже многие. Поэтому, собственно говоря, я в телефонном режиме оказываю безоплатную помощь. Поэтому я не парюсь по этому поводу, что там люди не просыпаются. Каждый человек, который получил от меня информацию, у него уже сомнение зародилось в голове. И, соответственно, он уже начал понимать. У меня уже доходило до того, что мне звонили даже из силовых структур люди, которым я просто давал эти знания. Они потом просто мне звонили и спрашивали, а как здесь делать, а как тут. То есть люди просыпаются. Потому что на самом деле то, что мы сейчас живем в этом мире, то так жить нельзя. И мы сейчас, если голову не включим, то, соответственно, мы уже просто все погибнем. Те, кто хочет себе помочь, он поможет. Но всем помочь невозможно. Потому что здесь люди должны сами для себя выбрать. Либо они будут рабами, либо они будут людьми, человеками. Не знаю, кто как себя позиционирует. А тебе что предлагали подписать? Ну, мне протокол, протокол, объяснение. То есть я говорю, да я ничего подписывать не буду. Ну, и ладно, не надо. Так они двух понятых позовут и все. Из-за тебя там распишутся. Антон, у меня не первый раз уже такая ситуация. Понимаешь? Не первый раз. Поэтому все протоколы, они уходят в урон. Даже до суда не доходят. Если в суд, даже если в суд привезут, ну, вот я допускаю, пускай даже в суд зайдет. Судья просто, когда со мной пообщается, он больше не захочет каких-то действий в отношении меня делать. Понимаешь? Они же идут на разные ухищрения, ты же должен знать. Да мне без разницы. Мне без разницы, на что они идут. Мне вообще без разницы, понимаешь? Я выше их. И это самое главное. Я никогда не был никем, знаешь, поколебим. Я всегда стоял на своем. И я никогда не хотел быть на кого-то похожим. Я всегда был тем человеком, каким я себя считал. Вот и все. Вас двоих только задержали? Да, двоих. А женщины чего-чего? Ну, а женщины не задерживали. Женщины просто там, ну, пытались там что-то сделать, там нас спасти. Хотя я говорил, а что нас спасать? С нами ничего такого не произошло. Ну, взяли там, покатали и всё. Я же к людям нормально отношусь, понимаешь? У меня нету ненависти, у меня нету вот этого всего. Потому что я, как сказал, только любовь спасёт мир. Поэтому как бы нужно относиться, даже в таких ситуациях, нужно относиться по-человечески. Потому что то, что ты хочешь, то ты и получаешь. Я хотел любви всем. Соответственно, со мной ничего не происходило. И с человеком с этим, который был со мной, с ним тоже ничего не происходило. Потому что он тоже уже понимал вообще. То есть мы были с ним на одной волне. И здесь вот, ну, как тебе сказать, просто, ну, это такое вот ощущение такого тепла, что вот тебя вот кто-то охраняет, понимаешь? Вот как будто вот тебя творец, он просто ведёт и охраняет. И поэтому, то есть ты понимаешь, что ожидать с их стороны какую-то подлость, ну, тут просто невозможно. Я просто уже это практикую давно. И, соответственно, то есть получается, что то, что я хочу, то я и получаю. Понимаешь? То, что мы, если негативим, то, соответственно, мы и получаем вот этот негатив. Нужно от этого всего абстрагироваться, отворачиваться. И даже если там тебе пытаются там что-то сделать, у них потом дальше не получается. Просто не получается. Вот и всё. Ясно. Ну, молодец. Жаль, конечно, что видео оборвалось. То есть там связь, это сразу начало страдать. Ну, да. У меня, во-первых, телефон уже садился. А, во-вторых, уже просто, ну, получилось так, что, ну, как бы, они там глушат интернет. Потому что я вас видел, я вас видел, да, а вы меня уже не видели. Ну, у них всегда так. У них же, как заходишь там, у них же вот эти каменоломни, так скажем. Вот. Барьерчики вот эти, коридорчики. Вот. И по факту, то есть, ну, вот так вот. Ну, я тебе скажу, это система, да, и эту систему нужно просто, вот, многие говорят, вот, надо с ней бороться, надо её ломать, надо это. Да нет, ничего не нужно делать. Нужно просто полюбить и всё. Вот когда ты полюбишь, и тогда это всё само растает. Потому что я ещё раз говорю, как ты относишься к людям, так и люди к тебе относятся. Ну, я людям то же самое говорю. Я когда меня там пытали, два пакета на голову, электрошокер, отбили всю печень, и я выходил и говорил, благодарствую. Ну, правильно ты говоришь. Но я тебе скажу, я уже давно осознал вот это всё. И, соответственно, то есть, я уже с этими мыслями уже давно живу. И помимо этого у меня свыше приходят, у меня есть общение свыше, и какие-то мои поступки, то, что я делаю, они иной раз предостерегают, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. И вот благодаря вот этому, то есть, благодаря вот этому свету, который меня ведёт постоянно, я сейчас просто нормально существую, так скажем, как… Я живу, я даже не существую, я живу, я реально живу. Единственное, у меня сейчас проблемка такая небольшая возникла. У нас с супругой пытаются отобрать квартиру по ипотеке. Судья, причём очень интересно. Ну, я не знаю, надо это вообще говорить, не надо. То есть, это как бы не в тему… Давай, давай, только кратко, пожалуйста. Ну, вот. У меня судья, короче, она в квалификационной коллегии судьи была уже лишена всех полномочий. И когда я ей заявил это на процессе, когда, ну, мы пришли в суд, я это уже распечатал, я ей показываю, да как вы в мошеннице, говорю. Как вы тут вообще находитесь? Вот. Судья Беляева Валентина Михайловна. Город Красноярск, Свердловский районный суд. Вот. Данную информацию я сейчас направил во все органы. Это президенту Путину, это Бортникову, генералу ФСБ, следственный комитет Бастрыкину, ну, соответственно, местным председателю суда районного, ну, и, соответственно, еще в квалификационную коллегию судьи. Ну, сейчас вот будем смотреть, что там будет происходить. Ну, вообще, буду вот эти все моменты уже, наверное, на видео выкладывать уже. То есть, буду это все записывать и, соответственно, уже буду выкладывать. Смотри, ты в курсе, что есть такие каноны? Конечно. 15.07 канон читал, часть 4? Если они себя признают мошенниками, ты имеешь в виду? Нет. Если низшие должностные лица уличаются в мошенстве, они автоматически погашаются. Ну, да, 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 в курсе, в курсе. Я, Антон, честно тебе скажу, я во многих вещах в курсе, и я профессиональный юрист, и, соответственно, то есть, я не человек системы, хотя я раньше был человеком системы, просто я из этой системы вышел. И, соответственно, сейчас я вижу, я знал эту систему, как она изнутри состоит, и сейчас все мои методы, они работают на самом деле. Ну, я хочу, я тебе к чему говорю, подсказка, у меня есть опыт со всей страны стекается, и народ говорит, что как только они официально, то есть, публично, говорят о том, что у должностного лица присутствуют признаки мошенничества, просто говорят об этом, либо как-то озвучивают, либо пишут. Короче, как только, ну, не знаю, вот этот искусственный интеллект или кто он там, как только он получает эту информацию, у этих должностных лиц начинаются какие-то чудеса, приключения. Они то в отпуск уходят, то на больничный, то уголовное дело просто их возбуждают. Короче, вот это работает. У тебя... Ну, я смотри. Говори. У тебя все отлично, но ты, как человек бывшей системы, с такими знаниями, с такими статусами, бывший адвокат там, бывший полицейский, бывший милицейский, бывший этот... Кто там у тебя еще? Судебный пристав, бывший директор коллекторского агентства. Вот. Так тебе надо вещать на всю страну. А ты, это... Тишина, ни одного аудио, ни одного видео. Вообще повезло, что ты в любой эфир попал. Ты чего прячешься? Ё-моё, ты вот ожил, так дай возможность другим ожить. Многие спят, потому что они не видят примера. Хорошо, смотри, мы можем с тобой устроить эфир, ну и, соответственно, там, рассказать людям, как нужно взаимодействовать с этой системой власти. То есть, не нужно, чтобы был негатив. Потому что, когда... Вот я всем советую тренироваться на автобусах и на ДПСниках. То есть, вот ты заходишь перед тем, как в автобус, ты его безумно-безумно любишь со всеми его людьми, которые там находятся, в том числе и кондуктора. И когда кондуктор тебе подходит... И со всем, что произойдет. Да, да. И получается, что кондуктор у тебя спрашивает только деньги. Про маску он вообще не спрашивает. Так же в магазин заходишь. Так же вот тебя остановили вот эти гаишники, там спрашивают у тебя документы. Ты им начинаешь тоже вот так вот с ними по-человечески начинаешь общаться. И все. Они тебя не трогают. Они даже забывают, что ты там что-то нарушил. Они тебе просто под козырек. И все. Езжайте, пожалуйста. Все. И вопросов нет. Во всеобщей декларации прав человека написано «В духе братства». Смотри, я тебе скажу, зачитаю свои слова, которые мне пришли накануне, «Сомнение порождает страх, а страх убивает тебя изнутри. То, что неуязвимо, убить нельзя, а это твоя мысль, сила и воля. Поэтому страха нет, так как сила и воля посредством мысли сильнее страха. Следовательно, страха не существует и вовсе». Вот и все. Здесь вот это все настолько просто. И когда ты это понимаешь, осознаешь, то тебе становится жить легче. И когда ты начинаешь это людям рассказывать, люди тоже это воспринимают уже нормально. Вот у меня было очень много людей, которые были негативно настроены. И когда я им начал рассказывать вот это все, они уже все поняли. И они поняли, что действительно нужно, как говорится, вот этим гневом, вот этим негативом ты вопрос не решишь. Смотри, мы этот вопрос рассматривали в первом видео с девчонками, когда созванивались две недели назад. И мы разбирали, откуда страх берется. И рассказал, что страх берется от отсутствия веры, что мы все едины, мы все братья и сестры, и что у нас есть единый Творец, наш Отец, и мы все равны перед ним. И из-за отсутствия именно веры, что на все воля Творца. А как только ты произносишь фразу, на все воля Творца все страхи, все сомнения улетучиваются, и ситуация совсем меняется? Ну, я тебе скажу так, я человек такой, я очень много уже смотрел страхом в глаза, и, соответственно, я уже, у меня нет такого понятия страха. И то, что там произойдет, были такие случаи, я прям людям говорил конкретно, ну убей меня, убей. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Я говорю, ну ты же хотел меня убить. И то есть человек, он уже понимает, что он не может меня убить просто всего-навсего. И таких, ну, было ситуаций у меня много в жизни. И по факту, то есть я понял, что я выше всего этого, потому что у меня нет страха. А если нет страха, ну, соответственно, дальше, то есть. и то, что мы сейчас вот осознаем, когда ты ничего не боишься, то, соответственно, мы потом реально становимся сильнее, выше всего вот этого. Потому что, ну, если говорить так, что ночь сварога закончилась, у нас настает рассвет, день, и мы просыпаемся, светлые силы просыпаются. Как сказала Елена, я воин света. Вот. Ты тоже воин света. То есть чем больше нас таких будет, воинов света, тем быстрее мы зажжём эту планету. Именно вот этой гармонии, любовь. Не зажжём, а осветим. Хорошо. Хорошо. Осветим. Пускай будет. Осветим. Ну, самое главное, мы станем для людей светочем. Это самое главное. И у людей будет уже понимание того, что есть люди, которые не оставляют других людей в беде. как получилось и у меня сегодня. Мы просто с супругой пришли на почту. Подожди, подожди. Давай об этом поговорим в следующем видео. Я тебе позвонил на пять минут. У меня тоже времени мало. Ты не даёшь мне это, не делаешь паузу, не даёшь мне слово вставить. Вот серьёзно. Дай мне договорить. Хорошо. Смотри. Об этом поговорим в следующем видео. Предлагаю записать. Не знаю. Давай на следующей неделе я тебе напишу. Свяжемся. Запишем видео. Так. И там это всё обсудим. Ты мне телефон скинь, контакт свой телефон. Я тебе скину все телефоны. Я тебе о чём хотел сказать. Вот мы сейчас говорили про освет. Я на практике уже три года занимаюсь именно вот этим осветом. Я всем всё показываю. Ну, скажем так, 80% своей деятельности все видят в моих видео. Я даю знания безоплатные, я получаю безоплатные знания. То есть, я тружусь во всеобщее благо на безоплатной основе. Кто захочет, отблагодарит, как посчитать нужно. Вопрос в другом. Я-то освещаю. А где твои аудио? Где твои видео? Где твой освет? Ну, понял я тебя. Ну, видимо, знаешь, нужен был толчок. Я вообще как бы фигура не медийная. Так какая медийная, какая фигура? Люди спят, люди во тьме находятся, им нужен фонарик, свет в конце туннеля. Они не знают, куда идти. Им нужно путь показать. Хорошо. Хорошо. Я тебя услышал. Я готов с тобой вещать, рассказывать людям. Понимаешь? У меня, в принципе, сейчас уже, так скажем, крылья выросли. Поэтому я, в принципе, готов. У тебя не то, что крылья. У тебя там этот, как тебе сказать? У тебя колоссальный опыт системщика за спиной. Вот какой-то подобный человек. Это вот Анатолий из Калининграда. Бывший полицейский, росгвардеец, опера уголовного розыска. Тоже секретарь суда дважды. Вот он ожил, очнулся, пошёл, сказал, всё, я ожил. И против него несколько уголовок пытались завести. В итоге он в СИЗО полгода отсидел, вышел, я с ним созванивался, он сказал, вроде перезвонит, и всё, и не звонит. То есть, всё заглохло почему-то. Но он именно сделал, по моему мнению, очень большие труды до задержания. То есть, он показал, что системщики могут легко выйти и переосознать себя. А у тебя получается, ты сам осознанно, ты у тебя как получишь? Так, всё, уже зашкаливаем по времени. Давай у нас в следующем видео всё это расскажем. Не обсудим. Хорошо, давай. Давай. Всё, давай, благодарствую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok